Работаем с женой вместе. Два года назад меня изменила жена с водителем. Он меня не слушает. Я читаю четыре ваших книги. Исходя из этого, делаю выводы и высказываю ему свои мнения. Но никак не получается. Скажи, пожалуйста, что вы мне делаете? Как быть в данном случае? Как я зайду в другую комнату, они начнут обсуждать меня и моих родных. Она в Фейсбуке опубликовала свои фотографии, и ей писали многие мужчины. Я заревновал ее. Поэтому надо было жениться, когда она была готова. Добрый день, дорогие друзья. Поприветствую вас из города Худжан, в нашем офисе самом. Хочу ответить на несколько ваших вопросов по рубрике «Вопросы для влаты». Спасибо, что задаете актуальные вопросы. Пожалуйста, ставьте лайк под эту рубрику. Рекомендуйте своим друзьям, знакомым, кто нуждается на эти ответы, кому они помогают. И задавайте актуальные вопросы, я всегда отвечаю. Дорогие друзья, еще под эту рубрику видите, нажимайте кнопку «Есть еще». Открывается, посмотрите список ближайших тренингов. Часто обычно спрашивают просто люди. Посмотрите, пожалуйста, список магазинов, где можно книги купить и так далее. И задавайте актуальные вопросы. Там есть почта. И с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Хочу ответить на несколько вопросов. Вот первый вопрос. Ас-саляму алейкум, уважаемый Санюр Адараджавович. Можно анонимно, то есть хорошо, обязательно. У меня свой бизнес по продаже и доставленный продукт по магазинам. Работаем с женой вместе. Два года назад мне изменилась жена с вовителом. Я очень тяжело пережил это так, как наш брак строился на любви и уважении. И я восхищался ее нравом. Доверяю я ей на тысячи процентов. У нас двое девочки. Ради некий сохранения семья я простил жену. Но злоба на нее и плохие мысли не дают мне покоя. После прощающего у меня бизнес на грани банкротства набрался большой долг перед поставщиками. Появились долги. Сейчас начал заниматься недвижимостью в качестве риэлтора. Думаю, развиваться в этой деятельности, чтобы потом продать тот бизнес. Злость накапливается в мысли, не дает мне покоя. Бывают моменты, что хочется уйти от нее. Жена сожалеет о том, что произошло. У нее чувство вини, а у меня чувство неуверенности. Доверия нет абсолютно никому. Что вы можете посоветовать? Как наладить мысли положительным? Знаете, все люди ошибаются. Первым, что я хочу, чтобы вы понимали. Все люди ошибаются. Иногда вам придется пережить то, что вы не ожидали. Иногда вам придется в жизни на самом деле пережить то, что вы сами вообще не хотели. Миллионы людей, даже на этой земле почти все люди, они сталкиваются с такими ситуациями, которые ни разу не ожидают. Но им придется принимать свою судьбу. При ситуации своей жизни человек станет мудрее, умнее, сильнее. Понимаете? Порой, иногда, судьба преподносит такие удары, которые вы никогда не ожидали, откуда они появляются. Больше всех нам причиняет боль, кого мы больше всех любим. Больше всех нас унижает те, кого мы больше всех синили. Поэтому простите ее. Простите ее и отпускайте. Ставьте сильнее. Думайте о детей. Станьте самому, станьте хорошим мужем. Самому, станьте хорошим мужем. Я хочу, чтобы одну вещь сказать. Запомните, конечно, возможно, то, что я говорю вам, это не по душе будет. Но мне надо сказать вам, как есть, чтобы это помогло. Вы сдали мне этот вопрос надежды, чтобы найти выход. Вы могли об этом никому не говорить. Вы вряд ли об этом друзьям расскажете. Вы об этом никому не можете говорить, не родственникам, не братьям. Поэтому вы издали это мне вопрос, чтобы я вам показал со стороны. Тут точка зрения, которая нейтральна. Понимаете, женщина всегда изменяет поиск лучшего. А мужчина изменяет поиск разнообразного. То есть, мужчина ищет чего-то разнообразное, а женщине поиск лучшего. Другими словами хочу вам сказать, отпустите прошлое, простите ее и самому станьте лучшим. Станьте хорошим отцом. Возьмите себя в руку. Вы сильный человек. Разве вы смогли мне задавать этот вопрос? Значит, вы могли уже пережить определенный этап, это эмоциональная боль. Вам удалось эту самую остроту пережить. Поэтому вы могли мне задавать этот вопрос. Потому что такой вопрос задавать, у многих людей духа не хватает. Они стесняются. Они делят ничего как в порядке. Лучше всех они живут. Такие вопросы задавал человеку тяжело на самом деле. Простите ее. Станьте сильным мужчином. Лучшим мужем станьте. И тогда ваша жена всю жизнь об этом будет сожалеть. Но сейчас она уже сожалеет. Но если она вам говорит, что мне очень жалует, тогда принимайте это, то, что она сказала. Принимайте это как ошибка. Понимаете? Я хочу вам сказать, что любую женщину можно сбавить. Любую женщину. Почему все лишние, все лишние на земле не отправляли все пророков мужчины. Именно в этом плане. Если человек ставит цель, он может любую женщину уговорить когда-нибудь. Поэтому, пожалуйста, я хочу, чтобы вы об этом поняли. Старайтесь простить ее. Отпустите это. Постарайтесь жить с чистого листа. Бывает жизнь. Принимайте эту судьбу. Принимайте. Когда вы будете мудрее. Сложившись ситуацией, вы ничего не измените. Потому что она прошлое. Только надо думать, что к этому привело, и исправить. И в дальнейшем все будет нормально. Когда вы потеряете в себе уверенность, когда вы внутри будете переживать, доход падает резко. На фоне появляются долги. Поэтому, я попросу вас, читайте мою книгу «Старь богатства» или «Я и деньги» несколько раз. Прослушайте мои видео уроки многократно. Каждый день вы видите четыре тетрады. Тетрады, которые я рекомендую к книге «Я и деньги». Тетрады успеха. То есть, книга успеха, книга мудрости, книга идеи, книга победа. Видите? Вот сейчас у вас ситуация, в которой нуждается победа. Побеждайте себя. Побеждайте свой вне. Конечно, если вы слышите вменения, они вам скажут «развестись». Или скажут «убивай ее». Или скажут «бросай». Да это поступок, который все могут делать. Это поступок, который любой человек способен. А вот простить, воспитать сильную жену, создать счастливую семью, несмотря на то, что так сложилось. Вот на это не каждый способен. Я предлагаю вам подниматься вверх. Но большинство спускаться вниз. Но выбор за вами. Я вам сказал, что я думаю по этому поводу. Здравствуйте, дорогой наставник. Мне 22 года. Я из Таджикистана. Скажите, пожалуйста, у меня ситуация такая. Отец недавно продавал участок за 12 тысяч долларов. Хочет наполовину суммы сделать дома ремонт. На остальные деньги выйдет сестру замок. А мне жени. Я говорю отцу, давай вложим хотя бы половину на какое-то дело. Откроем бизнес. А ремонт сделан. Он меня не служит. Я читаю 4 ваших книги. Исходя из этого, делаю выводы и высказывание ему своих мнений. Но никак не получается. Скажи, пожалуйста, что мне делать. Как быть в данном случае? Дорогой мой, ты не можешь убедить отца. Отец почему тебе так делает? Потому что у него нет готовый план бизнеса. Если у него был бы сейчас готовый план бизнеса, он это сделал бы. Он нет на данном этапе готовый план бизнеса. Поэтому он боится, что если сейчас он будет тебе деньги давать, ты можешь где-то вложить. 5-6 тысяч долларов это небольшой капитал для бизнеса. А бизнес их съедает и исчезает. Поэтому тебе надо давать просто отцу мои книги. Или открывай пора ютуб ролики и так далее. Пусть отец послушает мои ролики. Тогда он к тебе будет потихонечку по-другому относиться. Со временем он поймет тебя. Но в данном случае то, что отец хочет делать, он как бы ни говоришь, он все равно будет делать по-своему. Так что пусть он делает. Будешь изучать какое-то направление и конкретный план покажешь ему, тогда он пойдет за тобой. У них очень острые языки. Они обсуждают людей. Мне это не нравится. Я не хочу, чтобы ребенок тоже стал таким. Как я зайду в другую комнату, они начнут обсуждать меня и моих родных. Подскажите мне, пожалуйста, как поступить? Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Постоянно благодари мужу. Постоянно благодари мама мужа. Как там у тебя свои профи или как там называется? Постоянно благодари ей. Постоянно с ней советуй. Просто постоянно советуй со сыном. Скажи, мама, как мне быть вот в этом плане? Как мне быть? Мне нужны ваши советы и так далее. И каждый раз, когда приходишь домой, мужу скажи, что родители благодарны тебе. То есть от имя своих родителей поприветствуй своего мужа, как будто взята. Скажи, мама попросили про тебя. Отец сказал, привет, предать. Вот и так далее. Вот так. И каждый раз, когда из дома приходишь, им что-то дает благодарность. Иногда даже принеси что-то сладостное, вкусное. Если, скажи, что мама передала Зиату и так далее. А потом, когда отсюда уходишь домой, к своим родним, отвези что-то туда. Скажи, что Зиат передал. Создавай между твоим мужем и твоей семьей хорошие, добрые отношения. Сама создала. Понимаешь? Вначале это выглядит вранье, но это со временем неправда. Это правда, которая улучшает качество вашей жизни. А почему-то нет. Это здорово. Да. В свое время я так и делал. Я переходил к постановому маму и сказал, что жена, я покупал. А потом со временем, один раз, два раз, когда жена это видела, и начала позаботиться о маме. Мама начала заботиться о жене. И так заранее надо создавать симпатия, забота друг друга. И это работает. А по поводу того, что они обсуждают, они будут обсуждать. Это их природа. Когда человек перестанет обсуждать других? Когда начинает читать молитвы, когда начинает читать священные книги, когда начинает стать человеком богобоязненными, только тогда перестанет судить людей и так далее. Но перестанет стать такая. Потому что ты сейчас рассказываешь про них, и ты тоже обсуждаешь их. Ты сама стараешься не стать такая, как они. Будь внимательна. Хорошо? Следующий вопрос. Сейчас я потеряю свою дорогу. Я очень люблю одну девушку, уже 7 лет. Она в фейсбуке опубликовала свои фотографии, и ей писали многие мужчины. Я заревновал ее и поругал. Сказал, что если обманет, то я ее убью. Я то построю в душам вещь, а сейчас она не хочет со мной говорить. Когда она хотела видеть за меня, я был не готов. Денег не было. Хочу заново восстановить отношения с ней. Что мне делать? Помогите мне. Ой, дорогой мой. У тебя самая большая болезнь. Самая большая боль, что ты потеряешь любовь. Ты находишься на горах потеря любви, потеря кого, кого больше всех ты любишь. Я тебя очень хорошо понимаю. Поэтому надо было жениться, когда она была готова. Понимаешь? А теперь, видишь, теперь денег нет. То есть денег было, теперь девушка не хочет. И так далее. Нет, она просто капризничает. Понимаешь, она почувствовала много взгляд, она почувствовала много внимания, поэтому себе так начала вести. Ты просто иди к ней, и снова начинай проявлять себя как мужчина. Начинай проявлять заботу. Запомни, забота – это есть язык любви. Проявляй к ней заботу. Демонстрируй, что ты готова заботиться о ней. Демонстрируй, что ты веришь в то, что ты можешь сделать ее счастливее. Приложи ей. Поэтому, начинай восстанавливать отношения. То, что она не хочет разговаривать, не обижайся за ней. Только самое важное, что ты должен понимать, самое важное, не попроси прощения, не надо умолять, иначе она пристанет тебя уважать. Тебе не понял? Не попроси прощения, не начинай умолять, иначе она пристанет тебя уважать. Поэтому будь внимательна на это. Хорошо? Держи себе уверенно. Женщинам нравится увереннее в себе мужчине. Запомни мои слова. Иди, предложи ей продолжать. У меня к вам один вопрос. Один важный вопрос. Но, пожалуйста, не смейтесь. Однажды я влюбился в девушку. Мы учились в одном школе. Я участвовал, я чувствовал, что она меня тоже любит. Но так как я не смог решиться, у нас ничего не произошло. Когда я уехал поступить в вуз, ее выдели замуж. Сначала думал, что если я буду где-то далеко, то забуду ее. Когда ее выдели, выдели замуж, мне стало очень больно. Очень сильный удар. После нее больше никого не смог любить. Прошло уже три года, но я... Прошло уже три года, но я до сих пор не могу забыть ее. Я до сих пор люблю ее и не могу забыть. Она всегда перед моими глазами. Что мне делать? Заранее спасибо. Брат мой, я понимаю, что такое любовь. Я умею любить. Я знаю, что такое. Я любил. И всю жизнь в любви. Я знаю, что такое смею несчастье. Поэтому я не буду смеяться на то, что тебе написало. Спасибо за доверие, что написало. Я тебе вот что советую. Отпускай его, если ее любишь. Если любовь, ничего общего не имеет цель с собственностью. Понимаешь? Если ты ее любишь, отпускай ее, пусть она будет счастлива. Но она же не виновата, что ты не женился на ней. Она же не виновата, что ты не старался. Пусть это для тебя будет важнейшим уроком жизни. Что? Для тебя дорого, надо бороться с жизнью. За то, что тебе дорого, надо стараться, не потерять. За то, что тебе дорого, надо стремиться. Понимаешь? Это пускай для тебя важнейшим уроком твоей жизни. Сильнейшим уроком твоей судьбы. Пусть это будет такое. Хорошо? Поэтому отпускай. Пусть она будет счастлива. И вообще, ты думай, ставь перед собой другие цели. Думай о другом. Ставь в плане, цели, разработайся. Ставь лучше, чтобы на ее глазах не падали. Чтобы когда-нибудь, если она задумается о тебе, чтобы она гордилась, что ты когда-то любил ее. Чтобы она могла быть уверенна в том, что даже если она когда-то нибудь симпатизировала тебя, чтобы она была благодарна судьбе, что она тебя встретила. Следующий вопрос. Здравствуйте, Сангур Раджанович. Вопрос. Мне 46 лет, разводина. Дети уже большие. Синь, жена. Я встречаюсь очень... Он на 13 лет моложе меня. Два раза быть жена. По одному ребенку в каждом браке. Итого двое у него. И у меня двое. Его мама вначале была рада нашему знакомству, хотела, чтобы мы поженились. Я ей сказала, сколько мне лет. Потом со временем она запретила Симу встречаться со мной. Он ее слушает. Все-таки она его мать. Но мы втихаля встречаемся. любим друг друга. Его мама хочет его женить. Но он всячески находит отговорки избегать жених. Что бы нам делать? Что нам делать? Но она часто его зовет к себе. Догадывается, что мы вместе. Мы очень сильно хотим быть вместе. Она категорически против. Ей 70 лет. Отца у него нет. Как быть нам? Если это парень 13 лет младше вас, конечно, только могут вас удержать вместе один. Одну вещь. Это любовь и забота. Но если он любит вас, он все равно останется с вами. Он все равно будет с вами. Так что вы просто станете для него любимой женщиной. Если вы не думаете о том, что делали, чтобы его удержать, не думайте о том, чтобы его засыпить и так далее, и так далее. Просто любите его. Просто будьте хорошей женой для него. Просто будьте создайте ту атмосферу, о которой он мечтает. Он же был дважды разведен, так что у него тоже хватает опыта. Он тоже разбирается с женщинами. Для него именно тот, можно сказать, уголок, который он будет рад, прийти домой, отдохнуть и так далее, тогда он все равно останется с вами. Но его мама все равно смирится с этим. Почему? Потому что любая мать, любые родители ход мат, отец, они очень хотят, чтобы дети были счастливы. И когда она видит, что его ребенок хорошо с вами, она будет счастлива просто. Так что вы не переживайте, все просто делите так. Ребята, ставьте лайк под нашу рубрику, рекомендуйте нашу рубрику с вами знакомым, друзья. Пожалуйста, к вашим актуальным вопросам. Под этой рубрикой посмотрите почту, задавайте актуальные вопросы здесь. с удовольствием ответим вам. И в комментариях пишите, пожалуйста, свои комментарии, свои жизненные опыты. Возможно, ваша жизнь была чуть по-другому и так далее. Но пишите только полезные. Старайтесь, чтобы от вас была польза, от вашей мнении тоже это кому-то помогло и так далее. Желаю вам успехов, до новых встреч, и всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова